Девушки отдыхают Александра Калиниченко Закончились осенние каникулы Группа азовских школьников посетила Центр атомной энергии в городе Ростове Ребята зарядились энергией И узнали много нового и полезного В каждом из нас есть энергия Вопрос в другом, куда и на что ее направить Можно энергично участвовать в соревнованиях Или танцевать А можно устроить драку Можно сделать уборку дома А можно разбросать мусор Мы в Центре атомной энергии И хочется узнать, какую пользу от нее получает человек Информационный центр по атомной энергии Это многофункциональные коммуникационные площадки Задача которых Просвещение населения в вопросах Использования атомной энергии Такие центры открыты в 16 городах России Перед вами находится прибор На котором вы сможете измерить Уровень своей радиоактивности У меня 1956 А у вас? Занятие начинается со знакомства с нашей планетой И ее спутником Луной Вы сможете увидеть, как выглядит Земля из космоса И что находится на обратной стороне Луны Узнать о планетах-гигантах А также поучаствовать в нескольких викторинах Не покидая своего кресла Вы сможете побывать на Луне и на Солнце В Антартидии и в тропиках Посмотреть на атомную станцию С высоты птичьего полета И своими руками собрать атомный реактор Увидеть цепную реакцию И оказаться на глубине 400 метров под Землей В этой программе вы сможете получить ответы на вопросы Как с помощью атомной энергии Опресняют воду и сбивают с орбит астероиды? Где делают топливо для корабля, который полетит на Марс? На сколько лет хватит человечеству топлива? На панорамном экране всем известные географические объекты Оживают в динамике директивных уроков Считанные секунды вы перенесетесь в разные страны и регионы мира Где познакомитесь с национальной культурой И традициями населяющих их народов Узнайте многое о достопримечательностях и истории крупнейших городов Научный прогресс пробрался во все сферы человеческой жизни Но это не мешает нам обращать внимание на предание судьбы глубокой С самого раннего возраста мы знакомимся с родными сказками, песнями, поговорками А наш корреспондент познакомит вас с теми, кто не только сохраняет народные традиции, но и приумножает их Приглашаю вас на открытие выставки Донской Лубок Выставка открылась на художественном графическом отделении Педагогического института города Ростова Здесь получают образование будущие художники Лубок – это народная картинка с графическим изображением Который тиражировали печатным способом Такие картины продавали в России на ярмарках и базарах В России лубочные картины появились в конце 16 века Стоили они дешево и купить их можно каждое В наше время многие профессиональные художники создают картины в виде лубка Лубок – редкий вид искусства Чтобы нарисовать такую картину, необходимо глубоко изучить народные традиции Народный костюм, народный быт Художник должен обладать отличным чувством юмора и оригинальностью мышления Лубки были очень разными Это и смешные какие-то веселые анекдоты И какие-то истории наподобие газетных Это портреты, это даже были бумажные иконы И вот то, что делают наши художники – Донской лубок А у нас здесь авторы – Юрий Бессмертный, Людмила Улыбина, Дмитрий Мефочев-Демир, Анатолий Ковалев, Марина Валентиновна Ордынская Вот наши авторы сегодня Кто-то из них – это наши бывшие выпускники Вот наш Юрий – выпускник Дмитрий Мефочев тоже наш выпускник Свои работы на выставку представил художник из-за зова Юрий Борисович Бессмертный Я считаю, что лубок нужен для того, чтобы, во-первых, наш зритель не забывал культуры российской Не забывал его истоки, откуда это все идет И поэтому сейчас, тем более, это очень важно Потому что в данный момент сейчас идет засилие западной культуры Которая растворяет нашу культуру И хотелось бы, чтобы люди не забывали об этом И особенно молодежь, они должны быть знакомы с этим искусством И, возможно, даже кто-то из них и будет продолжателем этого вида искусства Вот для чего нужен этот кубок Да, тем более, что это могут рисовать и непрофессионалы Будет похуже получаться Так что, а для чего? Это как прыжок с парашютом Это по-русски Вот так, вау, бах Бескомпромиссное искусство Вот уже второй раз наш город посещает настоятель храма всех святых Что в Красном Селе города Москва Протоиерей Артемий Владимиров Батюшка – член Союза писателей России Педагог высшей категории Много времени отец Артемий уделяет своей работе на радио и телевидении Многие дети с удовольствием смотрят передачу в гостях у батюшки, которую ведет отец Артемий А мы предлагаем вашему вниманию репортаж нашего корреспондента Отец Артемий встретился с учащимися лицея города Азова Беседа была посвящена родному языку и благородным манерам Ребята получили благословения, много смеялись, задавали вопросы Батюшка за правильные ответы угощал всех конфетами Дорогая Настя, позвольте в этот высокотолжественный день Поздравляю вас и поблагодарю вас за то, что вы учились и молились вместе с нами Звучала музыка, аромат осенних цветов наполнил зал А родная речь была королевой этого благородного собрания Эта встреча запомнится всем на многие годы Наш город очень гостеприимный И это отмечают все, кто к нам приезжает А мы, дети, тоже являемся лицом нашего города От того, как мы разговариваем, какими благородными манерами поведения владеем Зависит и представление о нас Важную роль играет наша речь А речь становится богаче Когда мы много читаем, заглянем на нашу нежную полку Школьная программа знакомит нас с произведениями классиков Кушкиным, Лермонтовым, Чеховым А знаете вы литературу, написанную современными авторами? В ноябре отмечает свой день рождения один из любимейших детских поэтов Главным делом в жизни вашей может стать любой пустяк Надо только твердо верить, что важнее дела нет И тогда не помешает вам ни холод, ни жара Задыхаясь от восторга заниматься чепухой Догадались? Конечно Это Григорий Остер и его вредные советы Поэту исполняется 65 лет Григорий Остер родился и учился в Одессе В 1982 году закончил в Москве литературный институт Написал много пьес для кукольных театров Сценарии для мультиков 38 попугаев Зарядка для хвоста У поэта пять детей, которые всегда вдохновляли его на создание новых произведений Раз, два, левой и правой Дважды два Очень просто Измеряются удавы пятью пять Любого роста Твой рост 38 попугаев И еще одно попугайское крылышко Ну, крылышко можно не считать И по традиции наша рубрика Твоя улетная новость Моя улетная новость Я ездила в Зерноград выступать Я начала ходить на хип-хоп Я еду на дачу, жарить сосиски Мама мне купила новый бисер И я могу сплести свое изделие Мы на занятиях учим новый тайм Моя улетная новость Я сходила в кинотеатр на Ральфа Мы с папой играли в морской бой Я пускаю на солнечных сайтиках Моя улетная новость То, что я участвовала в школьной ярмарке Наш класс выиграл Я играл со своими друзьями в футбол Я участвовала в благотворительном концерте Осенней посиделке в БДТ Все Мы сегодня были на тренировке 21 ноября Всемирный день приветствий Не забудьте Именно с приветствия начинается любое знакомство Какое приветствие, такое мнение о тебе Ну а нам пора прощаться С вами были улетные новости Мы желаем вам на этой неделе добрых встреч Полезных советов И хорошей погоды От винта Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому